Техническое описание кода неисправности OBD2, утрачена связь с цифровым модулем управления звуком D. Что это значит? Это общий код неисправности системы связи, который применяется к большинству моделей и моделей автомобилей OBD2. Этот код означает, что цифровой модуль управления звуком D, D и SMD, и другие модули управления на автомобиле не обмениваются данными друг с другом. Схема, наиболее часто используемая для связи, известна как связь по шине сети контроллера или, проще говоря, по шине SIN, без этой шины SIN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не иметь возможности получать информацию от автомобиля, в зависимости от того, какая цепь подвержена влиянию. Модуль цифрового управления звуком D обычно расположен за приборной панелью, обычно в центре транспортного средства, он получает входные сигналы от различных датчиков, некоторые из которых подключены непосредственно к нему, большинство отправляется через систему связи по шине. Эти входы позволяют модулю контролировать информацию, отображаемую и воспроизводимую через D и SMD, действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи, количество проводов и цветов проводов в системе связи. Серьезность кода и симптомы Серьезность в этом случае никогда не бывает серьезной, так как это удобное для пользователя устройство, на работу автомобиля не влияет отсутствие работы D и SMD, симптомы кода U0238 могут включать в себя, D и SMD, не предоставляющие информацию, нет звука, возможно пустой экран, D и SMD не включается, не работает. Причины, обычно причиной установки этого кода являются, разрыв в цепи плюс или, шины SIN, короткое замыкание на источник питания или на землю в цепи шины SIN, нет питания или заземления для модуля D и SMD, редко, неисправный модуль управления, диагностические и ремонтные процедуры, хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики, во-первых, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей, если какой-либо из них связан с коммуникацией шины или аккумулятором, зажиганием, сначала диагностируйте их, известно, что ошибочный диагноз возникает, Если вы диагностируете код U0238 до того, как какой-либо из базовых кодов будет тщательно диагностирован и отклонен, если ваш диагностический прибор может получить доступ к кодам неисправностей, и единственный, который вы получаете от других модулей, это U0238, попробуйте получить доступ к модулю цифрового управления звуком D, D и SMD. Если вы можете получить доступ к кодам из D и SMD, то код U0238 является либо прерывистым, либо кодом памяти, если не удается получить доступ к D и SMD, тогда активен код U0238, который устанавливают другие модули, и проблема существует, Наиболее распространенной неисправностью является неисправность цепи, которая приводит к потере питания или заземления модуля цифрового аудиоуправления D, проверьте все предохранители, которые включают модуль D и SMD на этом автомобиле, проверьте все основания для D и SMD, найдите точки заземления на автомобиле и убедитесь, что эти соединения чистые и герметичные, Если вам нужно, снимите их, возьмите маленькую щетиную щетку и раствор пищевой соды, воды и почистите каждый, как разъем, так и место, где он соединяется, если был произведен какой-либо ремонт, удалите диагностические коды неисправности из памяти и посмотрите, возвращается ли код U0238 или вы можете связаться с модулем D и SMD, Если код не возвращается или связь восстанавливается, то, скорее всего, ваша проблема связана с предохранителями, соединениями, если код возвращается, найдите коммуникационные соединения по шине S&N на вашем транспортном средстве, наиболее важно разъем D и SMD, который обычно расположен за приборной панелью, обычно в центре транспортного средства, перед отсоединением разъема на модуле D и SMD отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку, ищите царапины, протирку, оголенные провода, ожоги или расплавленный пластик, разъедините разъемы и тщательно осмотрите клеммы, металлические детали, внутри разъемов, посмотрите, выглядят ли они сгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию, используйте очиститель электрических контактов и пластиковую щетиную щетку, если требуется очистка клемм, дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в месте контакта клемм, Перед подключением разъемов обратно к D и SMD выполните эти несколько проверок напряжения, вам нужно будет иметь доступ к цифровому вольтметру, DVO-M, убедитесь, что у вас есть питание и заземление на D и SMD, получите доступ к электрической схеме и определите, где основные источники питания и заземления входят в D и SMD, Прежде чем продолжить, подсоедините аккумулятор, при этом D и SMD все еще отсоединен, подсоедините красный провод вашего вольтметра к каждому источнику питания B+, напряжение аккумулятора, подключенному к разъему D и SMD, и к черному проводу вольтметра с хорошим заземлением, если не уверен, отрицательный заряд батареи всегда работает, вы должны увидеть показания напряжения батареи, убедитесь, что у вас есть хорошие основания, Подсоедините красный провод вашего вольтметра к положительному полюсу аккумулятора B+, а черный провод к каждой цепи заземления Еще раз вы должны увидеть напряжение батареи при каждом подключении, если нет, устраните проблему с цепью питания или заземления, затем проверьте две цепи связи, найдите SINB+, или CPM-SIN+, и SINB, или CPM-SIN+, Подключив черный провод вашего вольтметра к надежному заземлению, подключите красный провод к SINB+, при включенном ключе и выключенном двигателе вы должны увидеть около 0,5 вольт и слегка колебаться, затем подключите красный провод вольтметра к цепи SINB вы должны увидеть примерно 4,4 вольт и слегка колебаться, Если все тесты пройдены и связь по-прежнему невозможна, или вы не смогли очистить код ошибки U0238, единственное, что можно сделать, обратиться за помощью к квалифицированному специалисту по диагностике автомобилей, поскольку это может указывать на неисправный DSMD, большинство из этих DSMD должны быть запрограммированы или откалиброваны для правильной установки автомобиля